Борис, как Вы считаете, Единая Россия побеждает закономерно? С учетом той явки, с учетом их мобилизационных возможностей. С учетом их возможностей? Опять какая-то чрезвычайка. Сколько людей они могут принести? Да, они могут иметь свой электорат, тех, кто голосует за них, они имеют возможности и имеют методы, как их взять и привезти в день выборов на избирательный участок, а не на грядку с картошкой. Они это четко знают и они с этим умеют работать. У них есть группа сторонников, организационно обеспеченная, включенная в их работу. Это очень хорошо. Какое должно быть у каждой партии? Ну да, это говорит о том, что они постоянно работают со своими сторонниками. Это не вдруг какая-то активность связанная с... Тогда я уточню. Единая Россия получила в приморье столько, сколько предполагалось умными людьми вроде нас с вами? По данным экзитпулов было больше. Может быть кто-то проголосовал за КПРФ и постеснялся этого, или ЛДПР, и сказал, что нет, я за Единую Россию. Ну, в всяком случае, действительно, экзитпулов показывает, что у них будет 45%, получилось 38%. Кстати, вот я могу сейчас по Владивостоку тут сделала... Да, по городу очень интересно. Получается, Ленинский район, там получается 32% за Единую Россию. Очень много, хорошо. Так, за КПРФ 20-25, ЛДПР 17-1, вот, потом идет Справедливая Россия. Первомайка, получается, также проголосовал большинство за Единую Россию 26,5%, за КПРФ 21%, за ЛДПР 17, почти 18%. Фрунзинский район, Единая Россия 30%, КПРФ 18%, ЛДПР 16%. Советский за Единую Россию 33,3%, КПРФ 20,4%, ЛДПР 17,25%. Ну, там, как раз дальше идет Справедливая Россия, у них чуть больше 6%. Первомайский район, а Первомайский район, простите, 31% за Единую Россию, КПРФ 19,9%, ЛДПР 17, Справедливая Россия чуть больше 6%. То есть, в общем-то, данные такие, то есть, видно, что по Владивостоку у Единой России, то есть, ну, 32% они имеют. При минимальной явке у нас было около 20, наверное, да, 25% явка по Владивостоку? Да, по Владивостоку была не сильно высокая явка, то есть, она была меньше, да, действительно, самая низкая явка вообще была зафиксирована, как раз в Ленинском и Первомайском районах. Вот, во Фрунзиске голосовал активнее всего, там явка самая высокая. Да, при такой явке, в целом, по краю явка 40%. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему ряд политологов, именно уже политологов, накануне выборов, даже в день выборов, говорили, что вот, ну, вот, стерва Виктора Бурлакова, он предсказывал явку в 60%, а мной, уважаемая Наталья Шенковская, в 45%. Это они дразнили нас? Ну, сложно сказать, потому что я думаю... Или хотели угадать какой-то фантастический результат? Я в явку в 60% даже и не верила, может быть, действительно, это было сказано в... В запале. Да, в запале, то есть, это было, наверное, желание, чтобы была явка такая высокая. Вот, Наталья Витальевна в этом плане как-то была более близка к реальности, 45%. Но все равно ошиблась значительно. Ну, если сравнивать с 2011 годом, в 2011 году явка была 42, там, с копейками, да, то есть, в общем-то, не сильно-то далеко мы ушли, сейчас около 40%. То есть, несмотря на то, что перенесли выборы с декабря на сентябрь, все, в общем-то, переживали, что делается для того, чтобы, так сказать, сушить явку, вот, мы видим, что явка не сильно-то, в общем-то, изменилась. На ваш взгляд, вот такой результат, он устроит центральный аппарат партии «Единая Россия». Там же не секрет, говорили, что губернатор будет оцениваться по тому, сколько людей проголосовало на территории. Или так, вы думаете? Хороший результат для Митлушевского? На мой взгляд, результат хороший. Он, во всяком случае, выше, чем в 2020 году. Я думаю, безусловно, Москва ожидала большего. Ну, по той информации, которая есть у меня, скажем так, из кулуаров. Какой там был план, как говорят, 45? План был выше. Да, ближе к тому, что вы сказали. По партийным спискам? Безусловно. У нас же еще есть одномандатники. То есть, в идее, я думаю, что заказательное собрание краевое... Нет, они будут, конечно, сейчас немножко информацию подносить в другом ключе, что вот по спискам столько-то, а еще одномандатников столько-то, и всего вот нас очень много. Но по факту-то, вот реально, если говорить именно партии, то надо смотреть, вот сколько партии набрало, а не количество одномандатников, которые прошли там не разными способами. Честно говоря, вот у них 38, да, в среднем, а у коммунистов ЛДПР около 20, это не очень большой разрыв, если говорить по партийному бренду. Вот я хочу сказать... А если вместе сложить, то получится больше. Ну, если бы это получилось... Особенно с учетом того, что... Не сложится КПР и ФЛДПР никогда. Ну, я имею в виду... Нет, все равно... А еще с учетом одномандатников... С учетом... Я думаю, что тут надо расценивать с точки зрения той, что это конкретный противовес единой России, да, это... Им чаще придется договариваться теперь при принятии ключевых каких-то законопроектов. Ну, это хорошо, в общем-то, для парламента, это действительно хорошо. Состязательно решивляет. Да, да. Тем более, в общем-то, созыв пятого... Пятый созыв, он, в общем-то, показал, что действительно консенсус, там, допустим, во всяком случае, справедливая Россия и ЛДПР, они могут найти консенсус с единой Россией. То есть коммунисты там, в общем-то, они рядом... Нормально, надо договариваться всегда, да, это парламент и есть. Да, да, да. Наставят о своем, но договариваются. Вот, то есть здесь, в общем-то, действительно, переговорный процесс будет идти более активно. То есть межфракционная работа будет идти более активно, я надеюсь. То есть это очень хорошо. Но пока же мы не можем точно сказать, насколько вот нынешний состав, в будущей думе будет отличаться от нынешнего состава. Там буквально, может, несколько голосов уйдет от единой России. То есть они, наверное, не потеряли свое преимущество. Да? Да. Ну вот могу сказать, у ЛДПР на один мандат станет больше. Сейчас четыре представителя этой партии в региональном парламенте нашем. Там будет пять. Ну, для них это существенный рост. Четыре-пять процентов. Еще давайте учтем пенсионеров, которые тоже, скорее всего, попадают. Один депутат от пенсионеров. СССР, конечно, свой результат. Ну, вот на самом деле каждый получил, что заслужил. Так. Как работали? Если ЛДПР ездила по полям последние несколько месяцев, охвачивая периферийные территории Приморья, объективно, то есть они были, у них какой-то гидпоезд, там, еще различные автопробеги, там, бездорожье. В этом плане молодцы. Я сейчас не говорю о никаких политических предпочтениях, просто оцениваем работу парня. Об активности, да, об активности. И действительно, я хочу сказать, буквально вот перед эфиром, я смотрел сейчас по моему округу, есть участки, где ЛДПР больше единой России набрала существенно. Вот существенно. Ну, понятно, небольшие участки, где там, может быть, 150 избирателей, но тем не менее. То есть там колоссальная разница, обогнать Единую Россию, это почему, потому что туда они приехали и работали с людьми. СССР, ну, тут надо вспомнить те скандалы, которые были сейчас со сменой руководства. И, наверное, это сигнал руководства в Москве, что нельзя вот таким волевым решением, мы вам генерал назначили и живите с ним, как хотите. Люди, вот если мы говорим в процессе о партиях, ну, слушайте, они не солдаты, не на госу, они не обязаны любить того, кого вы направили. Тем более, я знаю, что там, ну, вот в том коллективе, который возглавляет руководитель... Казицкий? Казицкий, да, Казицкий. Не совсем вот у него удалось выстроить конструктивные отношения, ну, слишком волюнтаристский стиль, наверное, у руководства, который не всегда приемлем. Это мы не знаем. Но что касается справедливой России... Какие результаты сейчас у Казицкого? Он побеждает нет по своему округу. Так, посмотрите, сейчас начнем. Посмотрите, да. Давайте я посмотрю, да. Я бы хотела отметить, что... Я могу сказать за Казицкого. ...что касается справедливой России. Сейчас вот и скажите, пожалуйста. Что касается справедливой России. Это в целом общероссийская тенденция снижения показателей справедливой России. То есть здесь речь идет не о конкретном человеке в Приморском крае, который там нечаянно... Ну, у нас и наложилось, я думаю. Наложилось, да. Но в целом тенденция такова, что... Можно немножко поработать политологом? Попытаюсь объяснить, почему, да. А потом прошу Ларису сказать, да, Наталья Олегович? Хорошо. На самом деле, я думаю, люди просто поняли, что им не нужен некий филиал Единой России. Либеральный, да. Такой либеральный филиал. Либеральный филиал. И они разделились. Те, кто более склонялся к Единой России, он напрямую пошел в Единую Россию без посредников. Зачем мне через СССР туда заходить? Те, кто был более, ну, такой протестный лекторат, они поделили свои голоса между КПРФ и ЛДПР. Вот и все. И СССР ничего не осталось. Я бы не утверждала, что... Спор политологов. Да. Потому что все-таки социальную базу «Справедливая Россия» на себя забрала партия пенсионеров. То есть, потому что у партии пенсионеров есть понятная социальная база, то есть они обращаются именно к пенсионерам. То есть, опять же, в общем-то, «Справедливая Россия» как раз была сформирована из представителей... Старшого. Да, там... Поколения. Родины, там, в общем-то, да, партии жизни, и как раз пенсионеров России. То есть, в общем-то, в этом плане пенсионеры, в общем-то, забрали у «Справедливой России» свое. Так, Лариса, а вы что думаете по этому поводу? По поводу... Справедливой России и... Нет, конечно... Распределение голосов в Приморском крае за партией. Однозначно, на результат сыграла перестановка с руководством, и это видно было по моему общению, да, с представителем «Справедливой России» на местах. Вот так. Во-первых, многие, в принципе, просто демаршем там покинули. Фактически, ячейки остались в неработоспособном состоянии. Но Межунов ушел к коммунистам и тоже проиграл, если не ошибаюсь, да? Слишком поздно он... Он не успевал просто... Его не успели начать ассоциировать с КПРФ. И он приобрел этот электорат коммунистический. Может быть. Зато он персонально же известный человек. Да, Лариса, извините, пожалуйста. Понятно. Тут получается... Нет, просто с точки зрения... Ну, мне, если честно, очень интересен результат пенсионеров у нас. Он для меня в какой-то степени неожиданный. То есть я не думала, что... Вы думали, будет хуже или лучше? Я думала, что у них будет немножко похуже. Ну, потому что 5% для края – это довольно-таки приличное количество... Это в альтимус в Краевой Думе, по крайней мере. Конечно, это большое количество голосов, особенно с учетом, опять-таки, их перетрубаться там на федеральном уровне. Я не могу сказать... Очень такая ровная, я бы сказала, очень простая компания на местах. То есть там листовочки напечатаны элементарно там у кого-то на принтере. То есть вот этого очень... Но я думаю, что тут конкретно взяло имя. Пенсионеры голосованы. Конкретная база. То же самое, кстати, про партию Роста, можно сказать. Партия Роста имеет свою социальную базу. Вот, кстати, мой научный руководитель по этому поводу, Наталья Тошенковская, кто любит говорить, я с ней согласна, что партия Роста имеет социальную базу, и она правильно обращается именно к предпринимателям. Партия пенсионеров обращается именно к пенсионерам, получается. И пенсионеры, в данном случае, даже слышат название партии, они понимают, что это их партия. И в этом плане действительно там бренд играет. Оля... Даже по округам... Сейчас, коллеги, я прошу прощения. Но тогда мы вернемся к той ситуации, что у крестьян должны быть крестьянская партия, у интеллигенции, интеллигентская партия. По-моему, в нынешнем мире все это перемешано. Я вот тут тоже вспомнил, и хочу тоже поделиться своим воспоминаниям. Вы помните, что в свое время Единая Россия создавалась как оппозиционная партия. И, по крайней мере, на обломках двух оппозиционных партий. И как там наш Дом России и Единство, между прочим. То есть вот вам пример того, когда оппозиционные силы теперь уже несколько сроков возглавляют нашу страну. То есть какой-то процесс идет. В этом году меня, конечно, мы этого не знали, меня удивило, как много было партий в том бюллетене, который я должен был выбрать, заполнить и отправить. Вот это уже другая крайность, наверное. То есть вот там 14 партий. Зачем в парламенте 14 партий? Даже вот сейчас, когда мы рассуждаем, мы видим очень простую вещь. Есть люди из Единой России. Нормальная, центровистская партия, которая есть разное направление. И дело случая, что вы, Лариса и Алексей, не вошли в молодое звено на праймерис этой Единорсии. Дело случая. Но зачем еще рядом, то есть есть оппозиционный, условно говоря, блок, хотя невозможный, коммунистов ЛДПР, но остальные зачем? Мы говорим о том, как прошел день голосования в Приморском крае, в Владивостоке, какие результаты были. И вот я задал вопрос, зачем нам 14 партий в общем федеральном списке? Слава Богу, в этот раз не было партий любителей пива. Еще не появилась партия анархистов, которая побеждает в ряде скандинавских стран. До сих пор у нас, по-моему, нет ни одной партии, которая возглядела бы как очень яркая и красивая женщина, занимающаяся определенными услугами. А такое тоже было в парламентах, когда голосуют за женщин, за освобождение женского, всего разного прочего. Но 14 партий. Ладно, зеленые, бог с ними, это неизбежное зло. Оля, как вы думаете? Зачем нам 14 партий? Ну, кстати, я бы не выступала. Они отобрали черные сутки голосов. Я бы не выступала против партии любителей пива. Очень даже неплохая была партия. Это было шутко, но она... Да, но тем не менее у них были хорошие спонсоры, в общем-то, да. Концерн Балтика, небось. Да. Если говорить, в общем-то, о сегодняшней ситуации на политическом поле, на партийном поле, то я бы, в общем-то, отметила, что либерализация законодательства по политическим партиям, она произошла не так уж давно, то есть буквально 2010 год. И это, по сути, первый избирательный цикл с того периода, когда... Когда разрешили создавать новые партии. Да, когда созданные партии смогли себя проявить максимально как-то, да. Вот смогли дойти до выборов, то есть смогли попасть в бюллетень. Вот. И, в общем-то, этот процесс, процесс как раз отстройки партийной, он еще идет, он будет идти. То есть и более-менее какая-то структура появится, мне кажется, к следующим выборам. Сейчас пока действительно, то есть все, кто смог поучаствовать, да, те поучаствовали. То есть за ближайшие периоды, там, за ближайшие пятилетия, скорее всего, те, кто не состоялся, как партия, да, они, наверное, с политической ареной... У них поставят крест, скажем, не оправдали доверие, вычеркиваем. Да, и выстроится какая-то структура. То есть, вот. То есть это вот с точки зрения партийной системы, с точки зрения технологических моментов. То есть тут, конечно, в общем-то, тоже есть особенности, потому что вот эти маленькие партии, да, которые, в общем-то... 15% голосов они отобрали у парламентских партий. Да, они действительно расстаскиваются. Скорее всего, у оппозиционных. Да. Так скажем, оппозиционных. Ну, это вот технологические моменты. То есть если рассматривать с партийной точки зрения, то есть с системной точки зрения, как формирование партийной системы, то, в общем-то, процесс пока только в начале пути. Да, Валя, спасибо. Алексей, как вы думаете? Сколько партий должно быть в Беретене? Ну, вот в США. Мы знаем про две основные, да. Но там есть всякие чудаки. В США мы так избирательно делаем, когда нам надо... Вот мы их опыт берем, когда нам надо, говорим, что... Взять все лучше. Взять все лучше. У всех взять все лучше. Ну, две партии тоже не совсем, наверное, может быть правильно. Я вообще не стараю каких-то ограничений вот здесь по количеству. Оно должно саморегулировать. Естественно, отбор произойти. Оля правильно сказала. Вот их создали какие-то партии, ну, явно искусственные, да. Там известный масон России стоит за тремя-четырьмя-пятью Богданов, да, такой партиями, которые создавались просто... О, да, есть персонаж потрясающий. Как партии спойлеров. Те же коммунисты России, вот, которые, безусловно, на результаты КПР повлияли существенно. Но пройдет время, и некоторые партии с рейтингом 0,1-0,2% просто они бессмысленно поддерживают. Их по экономическим причинам они умрут. И останется, наверное, ну, безусловно, тот пул, который сегодня есть. Вот у нас Единый Российский ДПР КПРФСР, четыре парламентских партии. Две-три, возможно, вот еще будут где-то на периферии болтаться. Вам какой партии? Вот вам лично какой партии не хватает? Ты говоришь, что все здесь дело в случае, что вы пошли от яблока, а не пошли от другой партии. Вот я не знаю, можно ли эту фамилию в эфире произносить, да. Но мне не хватает партии, которую Алексей Навальный пытался создать, но ему вот так это сделать и не позволили. Наверное, это вот все-таки моя была бы партия, которая я бы смело голосовал. То есть с яркой русской национальной окраской, да? Нет, ну там... Партия против всех. Это же не значит, что я согласен со всем, что он делает. Конечно. С точки зрения националистических вот таких вот уклонов... Это крайности. Это крайности, не могу я с этим согласиться. А Парнас, подождите, раз вам был предъявлен Парнас. Парнас не смог мимилизовать. Вот где он в Приморье? Слушайте, вот хотел бы я проголосовать. Где тот кабинет, куда я должен зайти, постучаться и сказать, давайте работать вместе, что вы предлагаете? Нету их. Где-то вот еще, и у них нет ресурсов и не будет для того, чтобы охватить значительную часть территории России. И в Москве явка была низкая, и они, по-моему, тоже набрали крохи голосов. Крохи они набрали. Это при том, что, скорее всего, только от них был самый яркий оратор по фамилии Мальцев. Очень чрезвычайно фантастический человек. Тоже... Да, послушал я его вот, ну, много спорных вещей. Это и хорошо. То есть такие люди приковывают внимание, а когда хочется с ними спорить, это отлично. Вам какой партии не хватает, Ларису? Ну, вы попались из-за симпатии к вашему... Нет, ну, в принципе, мне не хватает той самой... Он будет сменой, побоюсь этого слова. Либеральный или там правый, более такой... Либеральный ЛДПР? Нет, ну, мне кажется, что... Они либералы... Либералы, они, по-моему, только исключительно по названию, но если посмотреть на их лозунги... Парнас, еще раз я скажу. Не-не-не, не моя песня. Ну, эти лозунги, которые они выдвигают, явно не моя история. А кто ваша история? Мне нужна нормальная, адекватная альтернатива. Я хочу партию... Я бы хотела видеть партию, которая предлагает конкретные шаги, что мы будем делать это, 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 да, и мы вот хотим достичь вот таких вот таких результатов. Ну, например, вот самое важное ваше сейчас желание, чего мне не хватает? Вот самое важное. Чего нам не хватает? Вот вам, лично вам не хватает. Ну, так как я предприниматель и все-таки нахожусь в опоре России, мне не хватает развития предпринимательства. Мне не хватает того... Вам мешают? То есть вы считаете, что нынешние законы тормозят, мешают? Ну, они нас каждый день проверяют на прочность, я бы так сказала. То есть я считаю, что у нас есть огромный потенциал. Вы за большую свободу развития бизнеса в стране. Ну, вообще, да, это фактически самореализация человека, ну, определенная. Это определенная свобода. Еще самое интересное, даже в его действиях, в его саморазвитии придает предпринимательство. К сожалению, у нас слово предприниматель больше ругательное. Вот пока. И поэтому, наверное, я и пошла в партию роста, что она была как попытка, да, в какой-то степени изменить эту тенденцию. Наверное, я потому ее и выбрала. Ольга, вот я не знаю, что вы сейчас скажете. Я, честно говоря, думал, что вот эта вот маленькая, что я сказала, смешная, не смешная, очень хорошая партия роста, она ведь собрала под собой идеальное количество людей-кандидатов. Это люди самостоятельные, за ними стоит какой-то опыт в бизнесе, у них есть какие-то деньги. То есть, вот, по идее, они должны быть ядром любой другой крупной партии. Вот этот средний и низкий слой людей, прочно стоящих на ногах. И вместе с тем, их выделили в эту одну маленькую, не скажу слово, смешную партию. Они, разумеется, ничего практически не набрали, но они показали, что они имеют право. Мы маленькие, но гордые. Это правда, это правда. В других партиях они не нужны, средний класс. В других партиях нужны люди богатые, которые будут спонсировать, и бедные, которые будут голосовать. Вот и все. Кто-то сказал, что в партийном списке коммунистов КПРФ и тех самых партий Миронова на самых верхних местах стоят партийные кошельки, которые не имеют никакого отношения к идеологии этих партий. Возьмите второй номер КПРФ. Все же очевидно, человек никогда нигде не был замечен. Но, тем не менее, это тоже особенности парламента. Но тут вопрос, а на каких условиях он в этом списке оказывается? Деньги. Денежный взлаз. Вот это первое, что приходит. Это же не противозаконно. Наверное, это правильно. Это вопрос партийный, наверное, так сказать. Или это уже продажа мест в партии, чем все время решил Жириновский, но, по-моему, отказался. Ну, я думаю, это противозаконно. Ну, понятно, там такие завуалированные схемы, что применяются. То есть вопрос попробуйте доказать. Где доказательная база? Законно-незаконно, но партия, это же, ну, послушайте, это не юридический какой-то орган. Это, да, законно-незаконно. Мы их оцениваем и с моральной точки зрения, с морально-этической. Да. Вот насколько это правильно. Притом люди же часто меняют партию. Сегодня в одной, завтра в другую. Если не ошибаюсь, Уинстон Черчилль тоже показывал примеры гибкости политической. Кто его поддерживал, тем он ушел. Вы знаете, на самом деле, вот это не так уж и плохо, я считаю. Вот, ну, представьте, да, вы ходите на кружок мягкой игрушки, а напротив макраме. И вы говорите, я всю жизнь буду ходить в кружок мягкой игрушки. А с макраме драться будем за углом, они не правы. Ну, я могу сегодня сюда, завтра. Могу поскорить, Алексей, могу поскорить, да, потому что все-таки для человека, в общем-то, это вполне естественно, когда происходит его политическая идентификация, да, так сказать. Он находит ту социальную группу, он находит ту политическую силу, которая, по его мнению, отражает его интересы. На данный момент, а потом он прожил еще какое-то время и понял, что не с теми он. Ну, не каждый же выбор меняется, это политическое предпочтение. То есть, да, он пять лет назад был в одной партии, в десять, в другой, в пятнадцать, в третьей. Нужно сказать, что, в общем-то, сегодняшние политические партии, они не такие уж взрослые, и они не такие уж институционализированные. То есть, в общем-то, должен созреть институт. То есть, чтобы действительно, то есть, можно было сказать, что именно вот эта партия, да, это конкретная партия. Пока вы говорите именно о партиях, то есть, в понимании того, что имеете в виду... Ну, по-моему, вы пишете магистрскую работу на эту тему, да? Да. Блядь, тут важный момент в том, что у нас нет настоящих идеологических партий. И, соответственно... Подождите, коммунисты, наверное, единственный пример. Нет, ну, послушайте, они просто идут на бренде на нас такие диктатуры. Это бренд, да. ЛДПР, вождистская партия, чисто в виде. Уберем вождя, ничего не будет. Идеология где? Ее нет ни там, ни там. А вождю 75 надо ответить. ЕР, соответственно, ну, профсоюз чиновников по разуму, можно говорить, партия власти. Идеологии нет. Да, не всегда. Все-таки... Ну, почитайте программу. Давайте посмотрим, кто состоит в «Единой России» и кто от нее проходит законодательное собрание в том числе. То есть, в общем-то, я бы не сказала, что это партия чиновников. Там есть и врачи. Я сейчас о другом. Мне хотелось бы сказать, что нет никакой идеологии, которая бы препятствовала, на самом деле, человеку приходить в партию. Я бы сказал даже так. Любая правящая партия имеет огромные преимущества тем, что она отбирает лучших людей к себе. Правда ведь? Вот как ни странно, если вот ты два-три срока царишь в стране, ты имеешь право сделать предложение, которое редко кто откажется. Я почему бы ты начал наш нынешний сегодня эфир с замечания, что и вы, Лариса, и вы Алексей вполне могли оказаться на нынешних праймерах в составе правящей партии. Дело случая. И ведь у вас нет никаких идеологических, вот крайних таких вот протестов, что нет, я там не могу быть. И хороший пример это Константин Богданенко, да? Человек, который уже из крупного бизнеса, который созрел для того, чтобы уже работать в политике, и которого эта партия выбрала и поддержала. Пускай даже не на Госдуму, хотя бы в местный парламент ввести, пускай идет по ступенькам. Это тоже хорошая школа. Ну и он, конечно, победил. И он хорошо сейчас идет. Пускай в песочнице поиграет, научает его. Партия Роста, да, это вот та песочница, там замечательные люди. То есть я бы вам просто желал хорошую карьеру в какой-то более крупной партии. Но это моя точка зрения. Я считаю, что маленькие партии должны уйти совершенно на периферию к чудакам и там быть такой вот развлечением для выборов. Просто я смотрю немножко вперед с точки зрения будущего наших партий. Мы уже сказали, вот только что Алексей сказал, что партия ЛДПР это чисто вождейская, убери вождя, ничего не будет. Но господину Жириновскому уже 75 лет и через 5 ему уже будет 80. Хорошо, а ему лидер на месте в Приморском крае. Он ведь тоже славный человек. Слушайте, ну вот я про Андрея Андреевича могу говорить только хорошее, потому что на самом деле очень хорошо его знаю. То есть у него Жириновский, но у него есть партийные лидеры. Ну вот пока я рядом не знаю. Ну понимаете, это лидеры региональные и все равно они во многом набирают результат, конечно, благодаря федеральному бренду, во многом. И убрав эту составляющую, только на энтузиазме ты уже такой результат не покажешь. Если перестанут лениться, будут набирать больше за счет как раз своего рейтинга. То есть мне кажется, в этом плане немножко поленились. Нет, есть и у Жириновского Соколы, которые там будут стремяться в бой. Есть и в КПРФ, безусловно. Ну вот Алексей Корнеенко, депутат Госдумы, я так понимаю, перезбрался. Также, я считаю, весьма достойный депутат. То есть, ну, в общем-то, я вот стараюсь общаться не с партиями, а с людьми. Конечно. И в круг моей общения-то совершенно люди вот присоединены во всех партиях, которые сегодня есть, включая некоторые, как вы сказали, смешные даже. Я прошу прощения у этих партий за то, что я их так называл. Я вообще прошу меня извините. Как великампанию так называют. Вместе с тем, значит, если говорить в целом, вот сейчас, наверное, в 11 в Крайсберкоме будет официальное представление неофициальных ЧПК данных. И мы здесь рассуждаем, пока еще не знаю точных цифр, и черт его знает, но могут быть разные сюрпризы. Пока предварительные данные можно посмотреть на сайте Крайсберкома, там уже есть сколько людей проголосовало. Но протоколы пока не утверждены. Это означает, что что-то может измениться и по явке, и по цифрам. Есть понимание того, кто побеждает как раз по одномандатным кругам на выборах Госдумы. То есть там есть, допустим, 62-й округ, это Сергей Андреевич Собчук, с чем его, собственно говоря, и поздравляют. Единая Россия, да. Услуженная победа, да. Новиков Владимир, это как раз 63-й округ. И Николаева Виктория, это 64-й округ. То есть здесь, в общем-то, вполне понятно, что победа уже... Очень сильные люди, с большим авторитетом, за которыми стоят и деньги, и дела. Так ведь? То есть спорить трудно, что это достойные люди. И, наверное, в этом году можно сказать, что Единая Россия, вне зависимости от того, что творилось на местах либо в Москве, она окончательно стала партией такой центристов. В этом году, наверное, на мой взгляд, надо похвалить отдельно ЛДПР, сказать, что они нашли в себе силы измениться и провести кампанию, которая просто безупречная. Это честная кампания. Они работали с людьми, они ходили разговаривать с своими избирателями. В этом году, может быть, мы ждали более яркой кампании или не такой, как говорят, трешевой кампании от коммунистов, потому что там тоже есть яркие люди в Крым парламенте, и нам хочется, чтобы они тоже там остались, потому что, когда есть с кем разговаривать, когда есть с кем спорить, когда есть другая позиция, ведь, черт его знает, именно в этом случае и смысл парламента проявляется. Выслушать всех и что-то обсудить. Ну и даже маленькие партии, которые начали проявляться, они втянули в свою орбиту тысячи людей, которые получили первый политический опыт. Алексей, вы же первый раз пошли на государственную Думу? На Думу, конечно. Первый раз пошли. И вообще, если честно, это мои первые выборы вообще в жизни. Это были мои первые прямые эфиры на радио, это были мои первые эфиры на телевидении. То есть для меня это вообще просто первый класс, начальная школа, причем, когда ты не умеешь ни читать, ни писать, если проводить аналог, потому что у меня дочь в первый класс пошла, мне эта тема близка. Да, и, конечно же, это огромный опыт, и даже те четыре, считай, с лишним тысячи голосов, которые за меня люди отдали, это огромное время ответственности. Нужно всех благодарить персонально. Да, и за что им большое спасибо. Вот так мы немножко прошлись по верхам, дали конкретные оценки, общие оценки. Спасибо, что вы нас слушали или смотрели, будете смотреть. Всего вам доброго, до новых встреч.